Капусточка, ты едешь со мной? Ты со мной едешь? Забралась в чемодан, такая сладкая булочка, рыбочка моя. Ну что, поедем завтра. Я теперь села в электричку, сейчас я вам покажу свое место, свое купе. Я взяла бизнес-класс, здесь в бизнес-классе два места. Я здесь сижу, и сюда придет один еще пассажир, мой сосед. Но я надеюсь, что я буду ехать одна. У меня окно, кресло можно отодвинуть, свой чемодан я поставила сюда. У меня здесь есть большое зеркало, вешалки и телевизор. Если честно, я не знаю, что здесь можно смотреть. Теперь увидимся уже в Ярославле. Ехать мне три с половиной часа. Я очень рада, что я наконец приехала сюда. Я в Ярославле. Хорошие новости доехала я прекрасно. ПЦР-тест давать не надо. Карантин отменили. Все замечательно. Я провела две прекрасные недели. Так что мне очень здесь все понравилось. Вас ждет Ярославский влог. Если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайк, дизлайк. Комментарии. В Ярославле я приехала к маме. Хочу вас познакомить. Это Антонина Васильевна. Здравствуйте. У меня мама сейчас на пенсии, но у нее очень интересная профессия была. Метеоролог. Ты жила за полярным краем, да, или как это, на Крайнем Севере. Да. Это очень такая необычная специальность. Да, в районе Крайнего Севера. Там очень холодно, климат суровый, хочется тепла. И поэтому ты в Ярославле. И поэтому перебралась поближе. Что ты сейчас любишь делать? А сейчас я люблю заниматься дачными делами. Основная моя забота, работа. Второй день в Ярославле. И как вы думаете, куда я поехала? Конечно же, на дачу. Но не жарить шашлыки, не отдыхать, а работать. Не могу сказать, что дача мое любимое занятие. Мы приехали на дачу к моей маме. Она пока не хочет себя показывать. Я покажу ее позже, познакомитесь. У нее здесь есть теплица, грядки. Во-первых, красивый желтенький домик. Красила его я сама. Поэтому он такой красивый и желтенький. И приносит, наверное, хорошее настроение. Это все я. Но цветы. Цветы я маме присылала из Великобритании. И какие-то она сама себе покупала. У нее много различных цветов. Потом грядки, где она выращивала овощи. Тут у нас ягоды. Клубника в этом году не удалась. Но зато здесь есть и яблони, и груши. Я сейчас буду делать какие-то тут мероприятия, которых я еще даже не знаю. Такая красивая яблони. Жалко, что мне ее нельзя, потому что у меня на нее аллергия. А так бы я сейчас бы отгрызла бы. Яблони такая низкая. Никогда таких не видела. Экскурсовод по даче. Дача соседей. Это чисто на шашлыки съездить. Дача мамы. Страдать. Такой аромат приятный от помидорок. Настоящие помидорки. Тут уже, конечно, собрали. Основную часть осталась. Так, по мелочи. А как называется, не помнишь? Так, а эти? Вот это лаванда. Лаванда английская? Да. Что это у тебя за цветочек такой? Это зайчьи ушки, а по-научному не знаю как. На ощупь действительно как будто ушко. Такое шерстяное, такое шерстяное, да. Это вот сейчас флага их опустила. Но оно все равно мягенькое. Они мягенькие, как будто эти самые меховые такие. Да-да-да. Такие хорошенькие. Но они медоносые. Вот сейчас это просто срезаны, вот эти медоносные стебли. А вот медоносные стебли, это уже отрос. И вот постоянно тут летают пчелы. ПОЛИМАТИСМЕНТЫ Поехали. Ты смотришь мой YouTube-канал? Да, смотрю. И какие видео, и что тебе больше нравится? Истории моды. Ну, может, про Диорья. Истории магазина одного из известных. А, да. Блюд. Хорошо. Ты любишь покушать и послушать историю. Просто интересно составляющие вот этих блюд. И вкусно это или не вкусно. Может быть обложка красивая, а внутри содержание не всегда соответствует оформлению. Однозначно рекомендую зайти в мануку. Мне прям очень нравится. Интерьер красивый, еда очень вкусная. Прям рекомендую от души. Давно сюда хотела попасть. Сейчас буду есть хачапури. Так. Что я должна рассказать? Что-то я должна рассказать. Я сейчас вам покажу это место. Здесь прекрасные хачапури. Это грузинский, вроде бы... Да, это грузинский ресторан. И здесь очень все красиво. Я здесь попыталась попасть два года назад. Здесь было full house. Не было места. Выбираю себе хачапури. Так, что мне взять? Это по-аджарски. Так выглядит, как хорошо, что добавили эти рисунки. Здесь все очень красиво упрашено в грузинском стиле. Видите, амфоры для вина. Да. Виноград. 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 Порядка. Музыка. 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 Порядка. Новый день в Ярославле, я после дачи, очень уставшая, я сейчас еду на массаж. Я уже погуляла немножко по городу, посмотрела, первое впечатление, город чистый, такой ухоженный. Немножко здание поблекло, цвета выгорели, потому что здесь было лето очень жаркое, а так у меня пока очень положительные впечатления от Ярославля, я так вот прям воодушевлена. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что меня поразило и удивило, библиотека имени Маяковского, разукрашенную яркими цветами, наверное для того, чтобы привлечь молодежь, ну и настолько прям сочные яркие цвета, мне прям очень нравится подход. Если честно, я сколько здесь жила, я даже не знала, что здесь есть библиотека Маяковского, но я тогда еще не особо читала. Согласитесь, на фоне таких серых зданий, однотипных, такая яркая библиотека, мне кажется, это очень хорошее решение. По поводу общественного транспорта, вот здесь вот такие билетики выдают, печатают как будто из банкомата. Общественный транспорт стоит 28 рублей, но здесь такая ситуация, что отменили маршрутки, маршрутные такси, и оставили только общественные вот эти большие автобусы, здесь еще есть троллейбусы, и вроде трамваи, трамваи я еще не видела. Так вот, из-за того, что отменили маршрутное такси, увеличился спрос на автобусы, а его не увеличили в количестве и по времени, поэтому на нем очень сложно уехать. Какая-то вот заваруха, и в связи с этим люди стали больше пользоваться такси, а такси начало заламывать цену. Здесь есть дома с интересным дизайном, к сожалению, они уже немножко потрепались, осыпались. Это улица Терешкова, и здесь дом доходный, здесь есть QR-код, давайте наведем. Дом 19 века. Видите, я умею находить интересные дома. Это дом архитектора Саренко, стиль модерн. Построен он 1840 году, но не восстанавливают его. Интересное название продуктового магазина – фасоль. Еще одно интересное здание – это 1870 год, это усадьба Тихомировых. Дом находится под культурным наследием местного муниципалитета. Свобода мне не очень повезло, уже начался дождь. Зонта, естественно, у меня нет. Не знаю, когда я сюда еще приеду, поэтому я снимаю все в дождь, все ради вас. Так что, пожалуйста, поддержите меня лайком. Сегодня иду в одно из своих любимых мест. Багет паштета «Желтый пред». Так, немножечко пошарпан, но посмотрим. Надеюсь, внутри они не испортили свое меню. Надеюсь, так уж вкусно, как и я когда-то здесь была. Я договорилась встретиться с подругой, но, как всегда, я пришла раньше, а она опоздает. Стабильность, ничего здесь не меняется. Встретилась я, наконец-то, со своей подругой Катей. Это что? Это чай на раз, пробник чая. Это чай, который пьет сама корнео. Она не допила, я просто немножко. Ты поднимешь кружку? Так, мы заказали три паштета. Здесь цыпленок, бекон и вроде сы. Ну, давайте сравним паштет с как бычей. Я взяла сала с креветками и чем-то еще. Так, наши три паштета. Катя заценила бекон, я заценила курицу. И петучини, да? Да. Макарошки, курицы и грибами. Креветки с баклажанами. Ну, неплохо. Жирненько так, прям сливка, прям в голову. Макарошки с баклажанами. Мы добрались до парка Петра и Павла. Петропавловский парк. Сейчас будем гулять по озерам. Коротко о погоде. Плюс пять. Катя, види себя естественно. В городе гуляем и нашли козочек. Смотрите, какие хорошенькие. За голуби. Ой, какие красивые ребята. Такие пупсики. Ой-ой-ой, Катя, отойди, ты что? Ой, а смотри, такие сладкие ребята. Какие ребята хорошие. И тут птички. Какой игривый, а? Какие хорошие у вас козочки. Только дошли до церкви Петра и Павла. И сразу начался дождь. Сейчас прячемся под крышей. Ну, как тебе погодка? С удовольствием. Можно еще, можно побольше. Да, добрыгул. Это здание не очень напоминает церковь. Оказывается, это бывшее здание Ярославской большой мануфактуры, которое здесь было с 1722 по 1856 год. И поэтому нас встречают здесь такие большие инициалы этого помещения. БМ. А сейчас здесь церковь Петра и Павла. Ну, здание очень красивое. Здесь были замечены высочайшие особые в городе Ярославле. Наконец-то вышло солнышко. Я сейчас вам покажу тот вид, ради которого мы сюда шли. Это просто приготовьтесь. Это потрясающе. Петра и Петра и Петра и Петра. Ярославский влог. Если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайк, дизлайк, комментарий. Петра и Петра и Петра.